Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1135, События дня. Псалом 65, 18. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего. И далее объявление. Просьба просчитать. Остались дети четверо. Желание помочь им, у кого будет. Тут все как и хоронят, и как она выпрашивала 10 лет, раньше болела мать. Можно все остановить, затормозить и просчитать. Вот. Ну что мы делали? Решно все это уже отчет за вчерашний день. Довольно необычно так. У нас умер брат. Мы были близкие. Как теперь в интернете пишут, что вы, дескать, самые были близкие. Вы так любили друг друга. Это действительно так. Сергей Козлов. Парализованный лежал. 17 лет. Из 30-летнего возраста получил такую страшную травму. Перерезан был у него нервный столб в позвоночнике. И мы с ним как-то вот так вышли. Первый раз я вышел, он на нем платок. Я говорю, а почему вы лежите в платок-то? Я не думал. Он говорит, такая вот беда. И дальше мы уже с ним познакомились. У меня все фиксируется. В моем мире переписывались. И теперь уже похоронили его. Я это все скопировал. И нашелся человек Сергея Птушенко. И сейчас обрабатывает эти наши... Наши... Ну, нашу переписку. Файлы. Вот. Как? Ну, как, как? Вот, однако, обрабатывает он. Я могу даже показать, как обрабатывает он. Вот, допустим, наш форум. А вот это самое. Музыки нет, убрали. Вот первая страница. Заголовок. Сергей Козлов, парализованный иконописец, город Воронеж. Это вот он лежит. Переписка Игнатия Тихоновича Лапкина с отшедшим Господу и Сергеем Козловым. Название. Игнатий Тихонович Лапкин, православный проповедник и миссионер. Город Барнаул. Это город Воронеж. Вот теперь только крест посередки видно. Так вообще хорошо сделано. И восемнадцать минут будет идти. Вот так. Раз. Теперь я воткнул здесь вот внизу. Всё. Вот это сразу в треугольничек появилось. Это остановка. Впервые публикуется наша переписка с отошедшим Господу Сергеем Козловым в том виде, как она в моём мире сохранилась. Знакомство моё с Сергеем состоялось с 7 февраля 2019 года. Первая же запись от 29 февраля 2012 года. То есть получается, что здесь 12 дней. Мы просто познакомились и всё. А потом началась переписка. Последние годы переписка почти сошла на нет. Так как Сергею трудно было читать и всё перешло на YouTube и в Skype. Попутно выставляются ролики наших бесед и вообще его Skype и беседы с другими людьми, которые получали от него нужные для спасения душ. Не веду, если ещё, где такое богатое наследие от парализованных, как от нашего брата Сергея. От Сергея вышло за это время 829 сообщений за эти 7 лет общения с ним. От Игнатия 1816. То есть почти на тысячу больше. Ну, в нём очень большие изменения были. Изменения. Когда мы познакомились, он иконы писал. Библию, видимо, уже считать ему начали. Иеговисты приходили, кажется. И он начнёт. Ну, доказали, что иконы идол, и он уже и православие такое было шаткое. А тут он быстро стал всё это прибирать. И так, что православные его и бесноватым стали называть. Ну, там есть такие ДС. Не хочу называть. Самые подлые люди там нападать начали на него. Хорошие отношения были, но не по них. Не по их. Вот теперь они начали поедать. Лезьте на него. А он лежит недвижимый. И вот дальше, смотри, как дальше. Вот я ткнул. В любом месте. Ну, вот видно курсор. В любом месте ткнул. Сейчас вот оно превратилось в две чёрточки внизу. Это, значит, идёт. Я хочу считать. Довольно ясный, чёткий шрифт сделали. А раз, и я сразу ткнул. Всё, остановилось. Ну, вверху что? Это я всё оформлял. А он ставит Сергея Птушенко. Плащ Иеремии 4,20. Дыхание жизни нашей, помазанней Господней, пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, по тени его будем жить среди народов. И 5,7. Отцы наши грешили, их уже нет. А мы несем наказание за беззаконие их. У меня все стихотворения по 9 куплетов. И вот 11 августа 2009 года. Мы переписывались. Правительственный пояс из Петербурга тайно ощерился штыками, латышскими стрелками. Кремлю крадётся иудейский каин. И лязгает клыками в окне усатый Сталин. Нет ни святой и никакой Руси, а есть жидовское и масонское отродье. Придётся согласиться и старым не трясти. И вселенский грех давил. И вот шутя угробил. Ну и так далее стихотворение. Сейчас я опять ткну вот этот вот треугольничек. Вот он превратился в две чёрточки. Вот теперь она сейчас должна ещё передёрнуть. Довольно медленно так, но вполне. Можно просчитать. А вот теперь я ткнул. Тут можно ой-ой-ой сколько считать. И вот это места Писания, которые вверху. Это к этому Адаму объявил. Но много мест Писания. Сразу раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть мест Писания. Любовь к Библии. Вот дальше опять. Как оно будет идти? Посмотрим сейчас. Это мои письма к Сергею. Первого марта 2012 года. 13.20. И стрелка показывает от меня к Сергею. Это моё. Видите, он как стрелочка. Я сижу здесь. Второго марта 2012 года. Время какое было. А эпиграфы. Всё красным. Дальше опять включаем. Вот глядим, как оно получается. Вот оно стихотворение. Акафия с ювенальной юстиции. Я даже не трогать не буду. Вполне достаточно, чтобы просчитать. Очень хорошо сделал Сергей. Это от меня. Я получал тысячу больше. Поэтому у меня большие стихотворения. Ему много-много посылал. Ну, тысячу-восемьсот раз заходил. А когда за каждый раз, я там бывала по несколько стихотворений, статьи разные. Третьего марта. И стрелки от меня к нему. А ну-ка, давайте дальше посмотрим, как. Вот сюда перекинем. От меня к нему. Дальше. Ну, сегодня ещё пока нету. Всё это. А вот от него, от Сергея, ко мне. Вот фотография. Вот здесь так, а здесь так. О Рождестве Христовом. Вот интересно. Это указывается, из какого государства кто разговаривает. И государство. И мужчина, и женщина. Вот, видишь, стрелка Сергея ко мне. А вот от меня к нему. Вообще здорово сделать. Мне бы никогда так не сделать. Это вчерашний день. На это ушёл. Ну, ушёл-то ушёл. Но уже сделано. Это не просто так. Вот я могу это закрыть. Тут уже вот прошло 160. Было 300. Неправильно такой ролик был, туманное. 300 нашло. Я это снял. И 300, да прибавляю уже ещё 100 с лишним. 160. 300 это ушло. Я снял их отсюда. Истратил. Потому что посещаем, и всё. Это уже за этим ушло. И вот Сергей передал, как умереть. Он два ролика составил. В чат называется. В чат. Это рулетка. В чат рулетка. Интересно, какое название. Вот. В чат рулетка. И вот считаем, что такое чат рулетка. Самый популярный русскоязычный чат. Русскоязычный. Вы знаете, не русский, а русскоязычный. Там, я уже три дня тут. И в разное время. И почти 90 с лишним процентов мусульмане. На этом, там ничего много не узнаешь. Какое-то такое. Вот чат тому, кто хочет дать. И всё прячется. Там, а то рукав только видать. То вообще хохочет. Ну, балдеют, как написано. Чат русскоязычный. Вот мусульман, я смотрю, сколько здесь. 500 тысяч пользователей. Ну, это, если не твой личный, то это не так и много. Ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей. Ежедневно. Вот, дальше мы считаем, как всё. Чат рулетка вместе пишется. Выгодно отличается от всех чатов и даёт уникальные возможности для общения. Не для познания. Вот короткий список основных преимуществ нашего видеочата. Это быстро и просто. То есть, не регистрироваться, ничего не надо. Это уже всё. Вот оно, я пишу. Нажать одну кнопку старт, и чат рулетка мгновенно подберёт вам собеседника. Чтобы начать использовать чат, вам не придётся проходить регистрацию, а главное, чат полностью бесплатный. Вот. Регистрация и бесплатный. Я это выделяю. В дальнейшем может годиться. Простота и удобство – это основной секрет популярности чат рулетки. Всё голые-голые. Женщины-мужчины голые. Там и половые органы показывают. Я не знаю. Правила нарушаются. Случайное знакомство. Вот это точно. Случайное. Мои дети там есть. А мы сидим с бородами. Говорим, я им даю знать. Сергей-то написал две «закончить мысль». Ну, составил-то. И умер. Всё на этом заглохло. Я посмотрел, да, можно бы там работать. Я стал молиться. Господи, дай мне этот талант общения с людьми. Сергей, если бы был в районе, я бы сказал, ты там, Серёжа, походотайся, чтобы твой талант перешёл на меня. Как Елисей просил у Ильи. Многим людям непросто заговорить с ней знакомым. Видишь, как. Вот, прочитайте. Ну, ты говоришь, вот сейчас мелькает, мелькает и другое. Ну, тут ничего нету. А вот в скайпе, в скайпе, да, там конкретно тебя знают, вызывают, находят. И не так, что, что говорится, не всё так. Дальше удобно не только знакомиться, но и прощаться. То есть она махнула тебе, нет. Даже до свидания не скажешь. А она сама передвигает. Видишь, красивая девушка может оказаться глупой и стервозной. А интересный парень занудой и трусом. Светка, говорю, лучше. Можно слышать и видеть собеседника. Действительно так, ну, удобно. Всё. Нам-то нужно, чтобы кому-то проповедовать, чтобы человек пришёл к Богу. Мошенников в интернете, чужие фотографии. От скуки одиночества избавились. У верующего такого не бывает, что в скуках. Ну, я увидел только, что всё здесь захватили. Мусульмане, мы мусульмане, мы мусульмане. Русскоязычные, по-русски разговаривают. Чего они избрали это? Не знаю, чем это вызвано. Ну, и всё, это раздето. И кто-то прячется, или интерьер в комнате только показан. То есть, это нарушение их устава. Ну, и правила какие. Запрещено проявлять неуважительное отношение к собеседнику, вести себя по-хамски. Ну, уже мы это встретили. Только зашли и сразу же ненормативную лексику. То есть, ненормативную, ну, что не сказать, матершинники. Мы только начали говорить, и девчонки матерятся. Оскорблять по национальным, расам религиозным. Видите? Угрожать. Всё нарушено. Ольга же с голой грудью, не показывает своё лицо. Именно так. Не показывает лицо, и органы свои показывают. Виртуальный секс. Вирт, пошалим и тому подобное. В нижнем белье сплошь и рядом. И голое, совершенно голое. Демонстрируют половые органы. Интимное счастье тела. Там и всё увидели. Вот эти счастья уже, я уже увидел, что всё нарушается сплошняком. Через одежду. Это такое. Чтобы ваше лицо было в кадре. Нет, лицо прямо в кадре, это может быть процентов 20. А мусульман процентов 90 с лишним. Направлять нельзя. Запрещено показывать вместо себя постороннее изображение. Направлять камеру на экран, монитор, плашет, телефон или телевизор. Направлять камеру на фотографии. Уже это видели. Любые текстовые сообщения. Эмуляторы, веб-камеры. Не знаю даже, что такое. Запрещено спамить. Рекламного характера, чтобы не было в чате. Любые ссылки. Массовые рассылки. Поставить лайки, это всё в тебе вопрос. Система жалоб. Любой посетитель, ведя чата, может отправить жалобу на своего собеседника. К жалобе прикрепляется изображение пользователя. А как ты его знаешь? А потом у нас всё записывается. Модератор принимает решение о бане. Не в баню ходить. Баня, то есть закрытые. Закрытие. Забанят. Сложный механизм системы жалоб исключает случайные линии несправедливые баны. Ну и всё равно есть. Мы только пришли на второй день, уже у нас... Оказывается, мы что-то где-то не нажали. Нам сказал тот программист по телефону. Мы выправили. Ну да. Вот так. Вот так. Соглашаетесь. Вот это пользуется чатом. На нарушителей. Мы на нарушителей увидели. Вот то, что правило говорится. Это ну не меньше 90%. И всё равно работать можно. Новые люди. Мы говорим им о Боге. Приглашаем на наши ресурсы. Ну а дальше уже видно будет. Вот это чаты. Вот я провёл вчера здесь целый день с этим именно. И у нас ещё получилось два ролика хорошие. Мы сначала подряд снимали, а потом видим, тут грязь одна идёт. И двое сидим. Володя включает, как-то начинает говорить. И поэтому... Ну видим, что вперёд-то не включаем, пока начнёт говорить, чтобы увидеть. Нуждаются, нет. И получается, все ролики начинаются с половиной предложения первого. Так. Ну на этом, наверное, сегодня у нас и всё. Больше нет. Показать наши ресурсы. Очень богатый. Это мой мир, конечно. Ему равных нет вообще. Вот что-то Вячеслав всеми просчитать. Это на компьютере удобно, а на телефоне непригодно. Точно так же и ваш сайт с форумом с телефона очень трудно смотреть. Всё очень мелко. Сейчас большинство людей с телефонов выходят в интернет. Быть может, ваши программисты могут изменить формат сайта и форума, так как их программный ход очень устарел. Их тоже очень трудно с телефона считать. Для слова Божия нет ус. Я планирую перевести в формат пригодный для чтения с телефона, чтобы мой дедушка и я могли считать большим шрифтом, не приближая. Ну что ж, Бог да благословит вас. Вот мой мир, как я стою здесь. Дальше заходит православный форум. Ну и, конечно, наш видеоканал. Видеоканал. У нас 29 тысяч подписчиков и 25 миллионов просмотров. И наш богатый во свете Библии православный библейский сайт. Вопросы, тут ответы с правым. Все на этом на сегодня. Ну и, конечно,